Сегодня мы поговорим о признаках истинной церкви. Встречались ли вы когда-то с фальшивыми деньгами? Сегодня мы имеем достаточной информации, чтобы знать, как отличить оригинал от подделки. Иметь фальшивые деньги небезопасно. Мы можем иметь большие неприятности, если попытаемся что-то приобрести за них. Есть специалисты, которые умеют отличать фальшивые деньги от настоящих. Как они достигают этого? Изучают ли они всевозможные подделки? Вы знаете, нет. Они тщательно изучают оригинал и стараются знать его настолько хорошо, чтобы без особого труда выявить любую фальшь. К сожалению, в религиозном мире мы можем встретить столько фальшивых, что это иногда приводит нас в смущение, и мы задаем вопрос. А где же истина? Каждый искренний человек встречается с довольно серьезными затруднениями в поисках истинной Церкви Божьей. Эти затруднения состоят в том, что сегодня в мире насчитывается более 500 различных церквей и вероисповеданий. И каждая из них именует себя Божьей Церковью. А потому и трудно разобраться, какая же воистину Церковь Божья. Прежде всего, что означает слово «Церковь». Слово «Церковь» происходит от греческого слова «экклезия» и означает «собрание народа». Церковь – это не здание. Церковь – это люди, которые собираются по приглашению Всевышнего Бога, чтобы поделиться опытом веры, услышать Слово Божье и получить благословение Небесного Отца. Следует также отметить, что никогда в Новом Завете слово «экклезия» не обозначало какое-либо строение или здание. Для этого употреблялось другое слово – «храм». Поэтому, когда мы будем употреблять слово «церковь», нужно помнить, что это выражение относится к людям, которые собираются вместе. Итак, библейские тексты говорят о том, что в мире будет существовать много церквей, но у Бога существует только одна истинная церковь. Вот как об этом пишет апостол Павел. Один Господь – истинный Бог. Одна вера – истинная церковь. Одно крещение – истинное крещение. В Новом Завете Христос сравнивает свои отношения с церковью с отношениями жениха и невесты. Добропорядочный жених не может иметь две или три или пятьсот три невесты. Так и Христос имеет только одну невесту, то есть церковь. Претендентов на звание истинной церкви очень много, но она одна. Христос избрал себе церковь не по названию, не по популярности, не по расовым признакам, но по характеру и принципам. Апостол Павел описывает, какую Бог хочет видеть ее, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Он собирает в эту церковь людей особенных. В чем же заключается эта особенность в Божьей Церкви? Читаем. «Чтобы очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Итак, мы находим с вами, что Иисус Христос приготовит себе церковь, в которой народ верный Его Слову. Каждый человек может легко и просто определить истинную церковь, если хорошо ознакомиться с принципами Божьими, которые существовали во все времена. Мы не будем брать во внимание то, что говорят различные церкви сами о себе. Для нас важно знать то, что Бог засвидетельствовал в своем слове о своей церкви. Поэтому сегодня я приглашаю вас забыть, что мы живем в 21 веке, где есть православные, католики, баптисты, пятидесятники, адвентисты, лютеране, свидетели Иеговы и другие. Я приглашаю вас на время нашей встречи занять нейтральную позицию, открыть священное писание и проследить историю Божьего народа в библейские времена. Мы отметим характерные особенности его народа от времени сотворения мира до наших дней. Только так мы сможем определить признаки истинной церкви. Думаю, что вы примете такой подход. Итак, первый признак. Священное собрание в субботу. Во все века Бог имел свою церковь. Своих верных людей, собранных для общения с Ним. Каждую субботу они встречались вместе для молитвы и общения с Богом. В первую субботу Адам и Ева провели священное собрание в общении с Богом. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо Он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Сам Бог покоится в этот день и повелел своей церкви в субботу проводить священное собрание. А в седьмой день – суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Пророки Библии призывали людей собираться на священное собрание именно в субботу. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли». Уста Господни изрекли это. Иисус Христос имел обычай каждую субботу посещать священное собрание. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Апостолы имели каждую субботу также священное собрание. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний. Итак, в какой день Церковь Божия должна проводить священное собрание? Посему для народа Божия еще остается субботство, то есть святость субботнего дня. Итак, первый признак – истинная Церковь всегда проводила и будет проводить священное собрание в субботу. Второй признак – Библия. И только Библия является основой всякого вероучения. Во все времена среди народа Божьего центром всякого священного собрания было изучение Слова Божьего. В начале Библии мы читаем, как один из руководителей народа Божьего побуждал людей к исследованию священного Писания. Книга Иисуса Навина «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Когда пророки собирали народ Божий на священное собрание, они читали им Слово Божье. «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Иисус Христос рекомендовал всем своим последователям «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Что же изучали и проповедовали апостолы Иисуса Христа? Книга «Деяния апостолов» повествует, что апостол Павел, придя в город Каринф, оставался у христиан Акилы и Прескилы. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и элинов, и оставался он там год и шесть месяцев, получая их Слово Божие. В книге «Деяния апостолов» мы читаем, что апостол Павел спустя 20 лет после Вознесения Господа имел обыкновение каждую субботу проповедовать из Писаний. Перед Своим Вознесением на небеса Иисус Христос дал повеление истинной Церкви «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Не предание святых отцов, заметьте, или традиции, или обряды, или праздники, но Евангелие. Иисус Христос, обращаясь к нам, жителям последнего времени, говорит «Блажен», то есть счастливый, читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем. Мы выяснили, что второй признак истинной Церкви заключается в том, что Божья Церковь не основывает свою веру на традициях или преданиях святых отцов, или на человеческих измышлениях, но на Слове Божьем. Третий признак – истинная Церковь, международная Церковь. Некоторые думают, что русские, украинцы, белорусы должны быть православными, поляки, французы, итальянцы – католиками, немцы – лютеранами, у евреев – своя вера, иудаизм. У Бога был свой особенный народ, которому Он доверял и открыл принципы Своего правления. Но своим поведением и непослушанием они огорчили Бога и отступали от Него, поклоняясь изображениям и служили идолам. Тогда Иисус Христос вышел из той Церкви, которой Сам принадлежал, которую посещали Его мать, Его дедушка и бабушка, все предшественники, и организовал новую христианскую Церковь. Перед Своим распятием Он дал повеление одиннадцати апостолам. Итак, идите. Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Научите все народы, ни одну народность, ни одно государство, ни один материк, но все народы. Истинная Божья Церковь будет проповедовать Евангелие по всей земле. Христос сказал, и проповедано будет сей Евангелие Царствие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Божья Церковь находится в Японии, в Китае, во Франции, в Австралии, в странах Африки, на островах Океана, в Америке, в России и, конечно же, в Украине. В книге Деяния апостолов мы находим, как апостол Петр понимал повеление Иисуса Христа. Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. В книге Откровения, 14 главе, мы читаем, что Ангел провозглашает последнее предостережение всякому племени и колену, и языку, и народу. Когда на этой земле окончится великая борьба между добром и злом, между Христом и Сатаной, Иисус придет на землю, как Царь Царей и Господь Господствующих. Он возьмет своих верных последователей к себе. Сегодня эти люди живут в разных уголках планеты. Это люди самых разных народностей и национальностей, но все они принадлежат к истинной Божьей Церкви. Иоанн в книге Откровения, 7 главе, пишет, «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред агнцем, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Истинная Божья Церковь – это международная Церковь. Четвертый признак – Закон Божий. Если мы желаем найти в христианстве верную Божью Церковь, то нам необходимо искать тех людей, которые соблюдают все заповеди Божьи, включая и четвертую заповедь о Субботе. Всякая Церковь, не соблюдающая Закон Божий, не может быть истинной Церковью. Она может учить добру, она может пользоваться Библией и помогать людям найти Иисуса, но она не является той единственной, которая принадлежит Христу. Согласно Библии, Адам и Ева знали Закон Божий и передавали его из поколения в поколение в устной форме. Своему народу Бог дал Закон на двух каменных скрижалях. «Господа Бога Твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни». Иисус Христос выразил свое отношение к Закону в следующих словах. «Не нарушить пришел я, но исполнить». Апостол Иоанн говорит, что истинную Церковь можно найти. «Люди, которые посещают эту Церковь, соблюдают Закон Божий. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Итак, мы нашли еще одно определение истинной Божьей Церкви. Народ Божий соблюдает Его десять заповедей. Пятый признак – Дух Пророчества. Со времени грехопадения люди потеряли возможность общаться с Богом лицом к лицу. И тогда Бог начал поддерживать прямую связь со своим народом через пророков. Иенах пророчествовал о втором пришествии Христа на землю. О них пророчествовал и Иенах, седьмые от Адама, говоря, «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми». Мы уже познакомились с пророком Даниилом, читали пророка Исаию и писания других пророков. В Новом Завете мы знаем пророка Иоанна по его книге Откровения. Ему было открыто, что дьявол ненавидит ту церковь, которая соблюдает заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа. Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Пророку Даниилу Бог открыл, что его церковь в последнее время будет уделять особое внимание исследованиям библейских пророчеств по книге Даниила и книге Откровения. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножится в веденье». В последнее время Церковь Божья будет обращать внимание на исследование пророческих книг и на дар пророчества. Шестой признак. Библейские принципы здоровья. В одной из лекций мы с вами изучали 11 главу книги Левит, где перечисляются те животные, мясо которых можно употреблять пищу. Это те, которые жуют жвачку и у которых раздвоены копыта. Они названы Богом чистые. Те животные, мясо которых нельзя употреблять пищу, так как их мясо представляет опасность для здоровья человека, они названы нечистые или мерзость. В книге Левит, в 11 главе, в 43 тексте мы читаем «Не оскверняйте душ ваших и не делайте себя через них нечистыми». Ной хорошо знал, какие животные чистые, а какие нечистые. И он прислушивался к повелению Божьему и не употреблял мясо нечистых животных. В книге «Деяния апостола» в 10 главе мы находим, что апостол Петр сказал вполне определенно «Я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Верующие первоапостольской церкви не пили также и алкогольное вино, понимая, как писал апостол Павел, что пьяницы царство Божье не наследует. Поэтому истинная церковь Божья, церковь-остатка, поведет людей не только к соблюдению десяти заповедей, но также и к соблюдению законов здоровья. Она указывает на то, что осквернение тела есть грех. Весть о здоровом образе жизни является важной частью вести истинной церкви. Седьмой признак. Истинная церковь ожидает второго пришествия Иисуса Христа на землю. Еще до потопа Енах пророчествовал, что Иисус Христос придет во второй раз на нашу землю. Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми. Историки пишут, что первые христиане, встречаясь, приветствовали друг друга словами Маранафа, что значит «Господь грядет». Апостол Иаков писал в своем послании «Пришествие Господне приближается». Апостол Петр называл своих единоверцев ожидающими и желающими пришествия. Апостол Иоанн, заканчивая последнюю книгу Библии и Откровения на прощальное приветствие Спасителя, гряду скоро восклицает «Гряди Господи Иисусе!». Церковь Христа ожидает его возвращения на землю. А теперь мы подошли с вами к самому торжественному моменту, когда должно прозвучать название церкви, которое соответствует всем семи признакам. Церковь Христиан-Адвентистов седьмого дня есть истинная Божья церковь. Почему? Церковь Христиан-Адвентистов седьмого дня – единственная церковь в мире, которая всегда проводила и проводит священные собрания в субботу. Да, это главное ее отличие от других церквей. Библия является основой всякого вероучения и истины, центром всякого богослужения, есть и изучение священного писания. Церковь Христиан-Адвентистов седьмого дня – это международная церковь. Она насчитывает более 15 миллионов членов церкви и имеет свои представительства более чем в 200 странах мира. Эта церковь состоит из всякого племени, колена, языка и народа. Церковь Христиан-Адвентистов седьмого дня – единственная церковь в мире, которая соблюдает все заповеди из закона Божьего и учит этому. Церковь Христиан-Адвентистов седьмого дня – особое внимание уделяет изучению библейских пророчеств и имеет дух пророчества. Церковь Христиан-Адвентистов седьмого дня – единственная церковь в мире, которая придерживается библейских принципов здоровья. И Церковь Христиан-Адвентистов седьмого дня ожидает второго пришествия Иисуса Христа на землю. Слава Богу, что в нашем мире Бог вызвал движение в христианстве, которое восстановило основание древних поколений, которое несет последнюю весть спасения через Иисуса Христа, весть, обращенную к нашему погибающему миру. Друзья мои, у Бога есть особая церковь в этом мире, которая в одно и то же время проводит субботнее богослужение во всем мире. Люди, которые принадлежат к этой церкви в странах Африки, Северной и Южной Америки, в странах Азии, Украине, Японии, Австралии, во всех странах мира не употребляют мясо нечистых животных, не употребляют алкогольных напитков, никто из них не курит и не употребляет наркотические средства. Это люди, которые любят Господа. У них одни законы, Божьи заповеди, правила, Божьи правила, одна надежда на скорое возвращение Господа Иисуса Христа на землю. Это Великая Божья Церковь по всей земле, славное Содружество. Если вы присоединяетесь к этой семье, вы не одни, потому что мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Я прошу вас, сделайте Христа царем вашей жизни. Встаньте на сторону истины, добра и спасения. Встаньте на сторону Иисуса Христа и Его закона, и Он поведет вас по пути к вечности. Следуйте за Ним, и Он будет разделять с вами радость ежедневного общения. Это не случайно, что вы прослушали серию этих лекций. Из многих тысяч жителей нашего города или села, в котором вы живете, Дух Божий открыл вам нечто замечательное, раскрыл тот факт, что у Бога есть особая церковь на земле. Он призвал вас слушать Его Слово, не только для того, чтобы дать вам ту информацию, которую вы получили, но и для того, чтобы вы сказали, «Дорогой Господь, сегодня я увидел свет истины. Я принимаю решительный шаг не отвергать этот свет, но идти навстречу Ему. Я принимаю решение стать частью твоего всемирного движения и с радостью встречать тебя, когда ты придешь во второй раз на эту землю». Аминь. 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 Продолжение следует...